Вы слушаете Радио Болтком Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, обожаемые радиослушатели Сегодня мы вместе с моим коллегой Павлом Кирилловым Вспоминаем былое А это золотой век Русской прессы в Латвии Именно такое Обозначение Какому-то периоду В жизни Средств массовой информации Дали тоже мои коллеги Михаил Губин и Светлана Бартуль Когда-то Потому что действительно было время Когда в Латвии выходило Ну, наверное, пять Или даже шесть Ежедневных газет На русском языке И эти газеты Меняли друг друга Некоторые Да, то есть, допустим Выходила газета Республика Потом вместо нее Была газета Телеграф И так далее И так далее Но вот эти все Истории Они ушли в прошлое И мы решили Немножечко вспомнить Об этом веке И вспомнить О такой газете Которая называлась Час А главным редактором Этой газеты В последний период Ее существования Был Павел Кириллов И сегодня мы с ним Разговариваем по скайпу И вспоминаем Эти времена Добрый день, Павел Привет И еще мы хотим Сегодня связаться С Константином Казаковым Который тоже наш коллега И он работал в газете Час В самый начальный период Ее существования Когда она так Ярко, громко заявила О своем приходе на рынок Это было Необыкновенное явление Потому что Рекламная кампания Сопровождалась Вот Как сейчас бы сказали Флэшмобами на улицах То есть газеты Раздавали какие-то Веселые люди Прямо в центре города И это было Действительно явление Но это я уже Свои личные воспоминания Рассказываю Итак Что меня побудило Обратиться к этой теме Как вы все знаете Я пишу в Википедию И буквально на прошлой неделе Там объявили Такую неделю Латвийскую неделю Латвийская неделя На русском языке То есть Явления и события Которые относятся К Латвии И которые Затрагивают Ну Русскоязычное пространство Которые Интересны И важны Для людей Которые говорят По-русски Не только в Латвии Но и за ее пределами И в числе Статей Которые выставлены Были на доработку Есть такая тоже Форма В Википедии Когда кто-то Начинает делать Статью Создает Так называемую Заготовку Или набросок И потом Другие Активисты В меру Своих сил Знаний Интереса Добавляют Дополняют Эти статьи И вот Одна из таких Статей Была Как раз Посвящена Газете Час И поскольку Я уже Наверное Пару лет назад Озаботилась Этой темой И пыталась Хронологию Этой газеты Восстановить То Я конечно Снова Открыла Эту статью И обнаружила Что действительно Кроме того Что В 2012 Году Газета Час Слилась С другой Ежедневной Газетой Вести Сегодня В общем-то В этой статье Больше ничего И не написано Но к сожалению Попытки Какие-то Истории Восстановить По Сайтам Через интернет Тоже Не увенчались Успехом Потому что Архива Газеты Час Почему-то В интернете Нет И как оказалось Вот Те пиратские Перепечатки С которыми Боролась В свое время Газета Вот они Сохранились А Основного Архива Нет Поэтому Вот мы Должны Восстановить Историю По крупицам С помощью Очевидцев С помощью Участников Этих Событий И этим Мы сегодня И займемся Итак Павел Как было Сказано О газете Час В момент Ее запуска И как Понимали Коллеги Другие Это был Такой Более Может быть Позитивный Проект Потому что Ну мы знаем Что Русская Община Латвии Она Была Обижена Восстановившим Государство Государственность Слоем Людей Это Это и Проблема Неграждан Это Многие Другие Проблемы Запреты На профессии И так далее Поэтому В какой-то Мере Пресса Которая Выходила На русском Языке Она Выступала Защитником Вот этого Простого Человека И даже Политолог И Эксперт по Медиа Сергей Круг Это Отмечал Что Если В общем Вот это Внимание К жизни Простого Человека Оно Является Характерной Чертой Русской Прессы Потому что Она не была Связана С истеблишментом Она не была Связана С чиновничим Классом Особенно И Если Латышская Пресса Которая Была Связана В свою очередь И с истеблишментом И с чиновничим Классом В общем-то Являлась Рупором Государства Как такового Корпораций Предприятий Государственных И в целом Политического Сообщества То Русская Пресса Она была Рупором Простого Человека Вот Как ты можешь Охарактеризовать Эту роль В то время Когда ты работал В газете Час Я хочу Сказать Что я работал В Часе На ее закате На последние два года Это вряд ли Можно считать Золотым веком Российской прессы Хотя Конечно В Латвии Создалась В 90-е 2000-е годы Уникальная ситуация Была Одновременно Ежедневных Четыре Пять газет На русском языке Они все Конкурировали Друг Приходилось Как-то Выделяться Чем Где-то Там Стоянку Неправильно Организовали И у нас Было сильно Обойма Корреспондентов Татьяна Андрианова Инна Орланова Анжела Панкова Потом еще Ина Болменталь Которые Не боялись Взять телефон Отправиться На место К чиновникам Разобраться И поэтому Газета Был хороший Авторитет Люди Естественно Обращались С замечаниями И как В советской прессе Была рубрика Газета Выставила Что сделано Мы В полном праве Могли сказать Что мы стоим На защите Наших читателей И их интерес Вот Что еще Интересует А да 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 Итак Отдел социума А кто возглавлял Этот отдел Татьяна Андрианова Насколько я помню Когда ты возглавил Газету Ее коллектив В общем-то Наверное Сформировался И какие Отделы Существовали В газете Какие Были Стратегические Линии Что ли В этих Отделах Ну допустим Отдел социума Защищал Интересы Простых Людей То есть Вступался За их Беды И так далее И так далее Пытался Разрулить Какие-то Ситуации А чем Занимались Другие Отделы И какие Это были Отделы Были Обычные Делы Типовые Скажем Был отдел Политики Общественной Жизни Им руководила Инна Ошкая Там были Молодые Респонденты Такие Вадик Родионов Много лет Проработал Конечно То есть Мы дали Путевку Жизнь Как журналист Ну конечно Писали И о политике И о защите Интереса Русскоязычного Населения В школах Эта тема Всегда была Злободневная И пользовались Интересными Читателями Конечно Дело Спорта Он был У нас Довольно Сильный Были Такие Крифеи Как Ветеран Валерий Карпушкин Ныне Ушедший От нас Володя Иванов Художество Замечательное У нас Сергей Тюлени Потому что Я считал Что Карикатуры В русской Прессе Они всегда Служили Отражением И как-то Расцвечивали Газетные Страницы Сергей Хорошо Справлялся Со своей Именно Газетной Публицистикой Такой Карикатурой Какие еще Газеты Были Газеты Отдел информации Кто возглавлял Отдел информации Отдел информации Как таковой Был у нас Евгений Павлов Он был Моим заместителем В какое-то время Он информацией Занимался Потом у нас Работал Ветеран Анатолий Каменев Тоже Он Публицистикой Восторг Понимался Интересный Женя Орлов Тоже Он был Специальным Преспондентом Легким На подъем На подъем Он писал Очень интересные Глубокие Репортажи Слышался С людьми Но потом Он больше В поэзию Ударился Недавно Вышел У него Сборник Стихов Ну Наверное Все-таки Хороший Поэт Даже Важнее Для общества Чем Хороший Журналист Павел Скажи Пожалуйста Я хочу Радиослушателям Пояснить Что мы с Павлом Работали Вместе Еще в газете Советской Латвии Это было Очень-очень Давно Поэтому мы На ты И чтобы вы Не Чтобы не Резало вам слух То что мы Тыкаем Друг другу И кстати Вы можете Звонить В студию Звонить По телефону 672 12-93-9-672 13-93-9 Может быть У вас есть Какие-то Свои истории Связанные С газетой Час Или воспоминания Или какая-то Статья Или там Заметка Или явления На вас Повлияли Произвели впечатление Вы это до сих пор Помните А может быть У кого-то Хранится вырезка Из газеты Я например Храню У себя В архиве Вырезки Из газет Которые Выходили В день рождения Моих детей Что писали Газеты В тот день Теперь Дети Уже Взрослые Могут Открыть Семейные Альбомы Посмотреть Что там Было В газете Написано В это время Итак Мы Говорим О газете Сейчас Сегодня С Павелом Кириллом Который Был Последним Главным Редактором Этой Газеты Мы Немножечко Рассказали О том Какие Были Отделы И Павел Упомянул О таких Культовых Фигурах Русской Журналистики Латвии Как Валерий Карпушкин Анатолий Каменев Сергей Тюленев Вадим Родионов Инна Ошкая Я бы Хотела Немножечко Поговорить О Тюленеве Как Мы Знаем Он Окончил ГВФ Институт Гражданской Авиации И Вовсе Не Являлся Художником По Своему Образованию Но Он Безусловно Талантливый Человек И Вот Эти Его Карикатуры У Меня Тоже Некоторые Есть Оригиналы Буквально В цвете Нарисованные Они Очень Я бы Так Сказала Не Только Слободневные Но Они Философские То есть Иной раз Открываешь Через Какое-то Время Перелистываешь Эти Картонки Смотришь Блин А ничего Не Изменилось В общем То что Он Нарисовал Как Он Изобразил Нашу Политическую Общественную Жизнь Может быть Лица Поменялись А Схемы Все Те Же Вот Феномен Этого Человека В жизни Газеты Как он Складывался Кто ему Давал Темы Вот У нас В программе Очевидец Выступал Уже В прошлом Году Владимир Новиков Художник Который Детские Книги Издавал И вот Он Рассказывал О том Как он Собственно Говоря Приобщился К этому Творчеству Через Журнал Крокодил Который он В детстве Просто От корки До корки Пролистывал Всех этих Художников Карикатуристов Знал А потом Он попал На летучку В журнал И Ознакомился С системой Которая там Существовала То есть Там были люди Которые Разрабатывали Темы За разработку Темы Отдельно Деньги платили Им Но это было В советское время И деньги Были немалые То есть За разработку Темы Для журнала Крокодил Человек мог получить 50 рублей Но У меня Оклад Первый В газете Советской Латвии Был 130 рублей В месяц А тут За одну Тему 50 Ну то есть Это были Такие Большие Деньги А как В газете Час Это делалось То есть Формировалась Вот эта тема Из которой Потом У Тюленева Вырастала Философия Ну да Видишь Потом Очень важно Для карикатуриста Для газетного Художника Быть неравнодушным Человеком То есть Сергей Получал Какую-то тему На планерке Обсуждали Конечно Западные Темы И Сразу Появилась Какая-то Идея Давайте Вот Нарисуем Про этого Политика Или про Вот это Событие Политическое Или общественное Жизни И Сергей Пропускал Эту тему Через себя Через Свою Неравнодушие И Появлялось Отображение Отвечателя Катого дня Не зря Потом Альбом Свой Опубликовал И действительно Это Какое-то Лет Какого-то Отрезка Ватвийской Истории То есть Что происходило Как обычно На планерке И Сергей Участвовал И предлагал Свою идею И редактор И зафот Информации Или политики Предлагал Какую-то Тему Да Вот Расскажи Пожалуйста Еще Как проходили Планерки И летучки Что такое Планерка Что такое Летучка Это такие Журналистские термины Которые Может быть Уже Современным Слушателям Не очень Известно Но Все-таки Они в жизни Редакции И имеют Очень большую роль Ну Что касается Летучек По-моему Тема терминологии Советского времени Это раз в неделю Все склады И помню же Была Большая летучка Все собирались Корреспонденты Завотделами Редакторат Разбирали За неделю Работу Редакции А планирука Она происходила Каждый день В газете Там 10-11 утра То есть Приходил редактор У него уже В голове Была какая-то Картина Сонная дня Что происходило Вчера Что будет завтра Что сегодня Приглашались Завотделами И они докладывали Какая тематика Сегодня съезд Партия состоится Там Завтра Выборы Сошли Докладывали Какие там Письма Какие там Новости Общественной жизни И это все Обсуждалось В одном Котле Варилось Сделяли Самые важные Темы Решалось Куда послать Там Специального Корреспондента Может Репортаж Сделать Что даст Он отображение В карикатуре Где нужен Какой-то Публицистический Подход Ну такая Обычная Газетная Ручина Интересная А что Играло роль Для того Чтобы материал Попал на первую Полосу Вот в газете Час Конкретно Ну как Обычно Вот Существует Такое Как бы Заблуждение Что в газете Продаются Новости Ждет Новостей Да Новости Но мое Глубокое Убеждение Что Человек Выписывая Читая газету Которую Он ждет Каждое утро У себя дома Он даже Полощает Несколько Новости Сколько Эмоций И вот Новость Которая Цепляет Больше всего Которая Лежит У него На сердце Она Обычно Имеет Право Существовать На первой Странице Ну и Какие-то События Там Без которых Конечно Новостные Поводы Которые Важны Для общества Они Всегда Где-то Наверху В первой Обложке Павел У тебя Была Своя Рубрика Часовой Ну она Такая Двузначная Да То есть Час Это Газета Название Газеты И часовой Это Человек Который Стоит На посту Вот как Появилась Эта Колонка И Что Тебе Ну может Быть Помнится Что Тебе Близко Из того Что Ты В этой Колонке Отображал Ну я Начал Писать Колонки Еще Наверное Работаю В газете Телеграф Когда-то Получалось Раз в неделю Два Раз в неделю Часто Я занимался Колумбнист Человек Который Пишет Колонки И поэтому Я конечно С удовольствием Себя Писал Языком Сатиры Юмора О политике В основном Она Дает Всегда давала Дает Богатую Почту Для На этот счет Спасибо Политикам Они дают Хлеб Журналистам Ясно У нас Есть звонок Давайте Мы примем Один звоночек Послушаем Да Добрый день Добрый день Вот сейчас Очень много И в кино И в масс-медиа Всяких Запретных тем Типа Толерантность Потом Белые Красные Голубые Зеленые Феминизм Скажите У вас Как к этому Относились В газете Вообще Были запретные Темы И была Какая-то Цензура Или нет Спасибо Вы знаете Честно говоря В то время Сколько лет Прошло 7-8 Я не могу Особо Припомнить Чтобы Было Что-то Запретное Никто Над нами Так Не висел Допутным Мячом И даже Не приходилось Особо Самоцензурой Заниматься Вот правда Я сейчас Понимаю Что это Было Время Такого Ренессанса Свободной Прессы Хороший Вопрос Да Действительно Не было Таких Тем Не могу Спор Хорошо Сейчас Мы сделаем Небольшой Перерыв Буквально На 2 Минуты Ждем Звонков Радиослушателей В студии И не Переключайтесь На связи С нами Последний Главный Редактор Газеты Час Павел Кириллов Вы Слушаете Радио Болтком Редактор Корректор Одной Волне С Городом Радио Болтком Добрый День Еще раз Продолжаем Работу В прямом Эфире Сегодня Мы Вспоминаем Газету Час Программе Очевидец И у нас На прямой Связи По Скайпу Ее Последний Главный Редактор Павел Кириллов Мой Коллега Журналист Телефоны В студии 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните Спрашивайте Задавайте Вопросы Может быть Делитесь Своими Воспоминаниями О том Как Вы Может быть Прочитали Что-то В газете Час Или Вам что-то Запомнилось Какие-то имена Вы вспоминаете Вот Павел Я хотела тебя Спросить По поводу Имен Да Я Ну Когда-то Когда-то Когда я Еще Училась На Журфаке У меня Была Иллюзия О том Что Имена Журналистов Люди Помнят На самом деле Никого Они не Помнят Особенно И Имена Журналистов Это Наверное Больше Продукт Для Внутреннего Спроса Внутри Медийной Среды Вот Скажи Пожалуйста За Время Твоей Работы В Час Какие Имена Может быть Прозвучали Особенно Ярко И Какие Может быть Компании Газетные Ты Помнишь Ну Тебе Может быть Приятно Что ты К этому Был Причастен Или Ты Гордишься Тем Что Вы Добивались И добились В итоге Во-первых Насчет Имена Мы забыли Кстати Об отделе Криминала Расследования Это Один из крупнейших Специалистов В этой области Марина Михайлова Работала На этом Важном И Работал Виктор Мараховский Потом Он Кстати Вехал в Москву И Продвинулся На почве Публицистики То есть Писал на Рео-Новости В других Изданиях То есть Можно сказать Что это Имя Которое Вышло Ну а Других Володя Ванов Я упоминал Это тоже Спортиво Специалист В мире Спорта Плавает Как рыба Павел Сталкивались Ли Вы С Проблемой Получения Информации Но мы 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 Ну, поскольку она вот так немножечко аффилирована в политику, она имеет, ну, как бы свои каналы информации, говоря грубо слива, да, то есть какие-то компроматы и так далее. Раньше это, как правило, поступало, так сказать, для общественного обсуждения через два основных канала, там это была газета ДН и новости первого канала латвийского телевидения, то есть потом уже немножечко это распылилось, то есть появились там программы де-факто и так далее, которые уже, ну, переняли, как бы, функцию расследования на себя, даже расследовательское, так называемое, агентство «Рыбалтика». Вот как вы получали эксклюзив? В чем эксклюзив русской прессы отличался от эксклюзива латышской? Нет, ну, Люсь, ты же знаешь, что, вот, скажем, в советское время было латышские газеты и русские, да, то есть все получали информацию по одним каналам одинаково. А в последние годы, конечно, в латышских редакциях есть своя инсайдерская сеть в ведомствах, в министерствах, у них, наверное, больше эксклюзивной информации. И у русских жилистов остается одно, ну как, просто не лениться поднять трубку, отправить запрос, перезвонить, настоять на том, что тебе ответили. Тут других вариантов нет, то есть усердие, старание, настойчивость, наглость, может, иногда она в работе помогает добывать какую-то уникальную информацию и добиваться ответа у чиновников и политиков. Только так. А, кстати, о политиках. Вот я читала, ну, когда изучала тоже вопросы эти о прессе, наткнулась на один такой, ну, типа полунаучный обзор о том, кто из политиков, в каких газетах себя продвигает, рекламируется и так далее. Ну, естественно, что вся русская пресса была под колпаком там у Запчел, у партии Народного Согласия, а затем Согласия. Ну, и немножко там Шлессерс поучаствовал и так далее. Насколько вот связь прессы и политиков проявлялась в работе газеты? Были ли возможности, например, у газеты использовать, ну, ресурс депутатов Сейма, например, чтобы какой-то вопрос продвинуть и более оперативно осветить, решить, поднять его, так сказать, для общественного обсуждения? Не, ну, не всегда только так называемые русские политики желанны в газете. Мы говорили об эмоциях, всегда добро пожаловать было и политикам национального объединения. Они всегда будоражили читателей, вызывали эмоции, заставили обсуждать, переживать, спорить. Так что это желанные гости всегда останутся в газете. Что касается возможности использовать политиков, ну, конечно, ведь для политиков лишнее упоминание в газете, особенно в связи с какими-то добрыми, благими делами, оно – это их хлеб. Поэтому, ну, конечно, такое сотрудничество всегда происходило. Ну, конечно, говоря о запретных темах, период, скажем, перед выборами, приходится действовать с осторожностью, потому что Бюро по предотвращению борьбы с коробкой следит за тем, чтобы не было скрытой рекламы, а под скрытую рекламу можно все что угодно, конечно, поверстать. Так что с политикой, конечно, мы всегда сотрудничали и будем сотрудничать. Поняла. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Я задам вопрос, ну, так, для красочности, для остроты. Значит, вот вспомню один эпизод. Вот у Гранина или у Некрасова, там, Львы Гроссмана про войну, страшные вещи они писали. Там был такой эпизод, вот, говорит, как вы будете, кого больше ненавидеть? Вот этих фашистов, врагов, там, садистов, там, и все остальное, да, пришли убивать, порабощать. Или своего соседа, который украл у тебя мыло, то есть в одном окопе. Понимаете, то есть свой человек украл мыло, война, все. А для чего я это говорю? Вот смотрите, вы упомянули Вадика Родионова, у нас с ним была все время пикировка здесь, я его все время обвинял в комформизме, то есть соглашательстве. А вот Иванова вы упоминаете, я вот каждый вечер сейчас слушаю, значит, 5 часов, это ЛР-4. Ну, просто, понимаете, выворачивает, то есть так облизывать власть, вот, как облизывает Иванов, тем более спортивный комментатор, ну, то есть как бы свой человек, и Родионов, и Иванов. И вот, когда в части они работали, вот вы с ними, у вас вот какие-то вот были предпосылки того, что люди, значит, с разными взглядами, то есть тогда не было разделения по взглядам, были бы все едины, так более-менее, тем более там, это где-то Вейдемана, где-то кто-то что-то там, Элорта, да, и вот сейчас, я говорю, еще раз, вот Иванова слушаю, ну, ну, просто, ну, понимаете, ну, лучше бы какой-то враг, там, Элорта говорила, какие мы все гнусные и неприятные, чем вот этот же Иванов, он, задавая вопрос, говорит, ну, вы же все прекрасно сделаете, то есть он за того, которого интервьюирует, за него отвечает, как у нас здесь все замечательно, я думаю, слушай, ну, ты, ну, пределы-то есть своему вот этому лизоблюдству, вот вы поняли мой вопрос, да? Да, спасибо, да. Я не знаю, что Володя на радио, как спортивный журналист, он, конечно, сильно ничего не скажу, что касается Вадик, я повторюсь, что, как бы, он хорошо ведет тему, хорошо видит, узнает собеседника, уважает собеседника, они, как некогда рекомендаторы, они со своими мыслями, со своим мнением пытаются навязать его, это так видно, это так лезет в кадр, бросается твоя собственная личность, ну, это не всегда профессионально, да? И, ну, не знаю, когда я был главным редактором газеты, я всегда требовал политики остроты, конечно, да, потому что журналисту, может быть, иногда хочется прийти на пресс-конференцию в министерство или в СМП, в две сторонки, чтобы никого не трогать, чтобы вы никого не трогали, потом что-то сладкое, такое аморфное написать, но читателю это неинтересно, когда всегда приходилось как-то замашить его, заставить, снять трубку, там лишний раз кого-то комментарий взять, высказать какое-то свое мнение, которое более острое. Вот. Кстати, Павел, я хотела напомнить о том, что все-таки ежедневная газета очень, что ли, стимулирует вот именно эти бойцовские качества в журналисте, потому что тебе нужно написать что-то, что будет актуально, что заставит читателя вот именно сегодняшнюю газету купить, прочитать, ну, получить какую-то информацию или наполниться какой-то эмоцией, потому что вот у меня, мы с тобой вместе работали еще в одной газете, «Бизнес-шанс» называлась, и там у меня была целая когорта молодых сотрудников, которые поначалу, ну, в общем-то, не проявляли особого желания биться там за тему там и так далее. Ну, то есть можно вот написать что-то такое о культуре, там что-то такое, ну, нейтральное, и я буду это делать. А потом, вот буквально переходя в другую категорию, то есть в ежедневную газету, они вдруг становились там, ну, буквально репортерами, которые искали что-то, стремились вот найти это зерно истины и так далее. Это влияние редактората, окружения журналистского. Что происходит с людьми в ежедневной газете? Почему? Не, ну, там другое, во-первых, ритм, конечно. Конечно, это влияние редактората, редактора, потому что ты должен быть в тонусе и держать своих сотрудников в тонусе. Ты должен как бы вот звенеть, как струна. То есть ты должен быть в конце всего, что происходит. О чем написали газеты, конкуренты, коллеги, там, информационные агентства, там, в Латвии, в мире, в России. То есть это большое напряжение и тонус, ты постоянно в этом находишься. Должен передать от напряжения своим сотрудникам. Иначе не будет никакой актуальности, никакого интереса. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Я хочу спросить, когда, наконец, на радио 4 болтком интерактивы появятся? Ну, я задаю вопрос Алексееву, там, на радио 4. Острый вопрос собеседнику. Он взял все это, убирает острые углы и спрашивает так это самое. А я, когда задаю вопрос, я прямо думаю, у меня нет никакой цензуры. Я сам себя цензурирую. Я не грублю, не хамлю, но резко критикую, кого надо. Политиков и власть, что угодно. Когда появится? Когда Анна Смирнова появится? Когда Вадим Родионов? Сколько можно ждать? Пар надо выпускать. Люди уже вообще зациклены, там, взорваться готовы. Спасибо. Спасибо вам. Ну, к сожалению, мы не можем вам сейчас пообещать что-то за радио ЛР4 и за наше радио тоже, собственно говоря, не можем, наверное, чего-то обещать. Поскольку обстоятельства, сами видите, в стране какие, да, мы даже не можем гостей в студию приглашать, собственно говоря, потому что иначе они должны сидеть в масках, и вы будете видеть потом в Ютьюбе запись каких-то людей, которые закрыты до глаз некой повязкой. И, ну, я считаю, что это уже не запись, это не программа, это какая-то профанация. Но, к сожалению, вот такие требования сейчас перед нами выставляет государство и государственные институции, которые отвечают за эпидемиологическую безопасность. Поэтому, к сожалению, здесь журналисты, как таковые, ничего сделать не могут. Вот, и я думаю, что вообще вся наша медийная система за последний год, ну, не только медийная, но общественная, сильно изменилась, поскольку люди, собственно говоря, смирились с тем, что они лишены многих гражданских прав. Они даже не расценивают это как лишение гражданских прав. Они, ну, послушно в масках ходят, даже на улице, где это не обязательно. Но это уже как бы вне темы. Давайте еще послушаем наших радиослушателей. Добрый день, говорите. Вот вопрос такой насчет Владима Родионова, да. Вот я как радиослушатель, радиослушатель постоянный, наверное, более пяти или, может, даже десяти лет. Ну, вёл он очень грубо, конечно, очень грубо прерывал, не выслушивал, да. Да. Вопрос в том, вот, исходя из того, что я, как говорится, информация, почему он с Балкома ушёл. Насколько я понял, что Балком наказали 8 тысяч евро штраф за то, что Вадим соединялся и был разговор с Жириновским. И вопрос, что он возвратится или не возвратится, я думаю, уврать ли, потому что Балкомы это невыгодно будут, потому что это будут опять штрафы. Слово здесь, конечно, не дают. Поэтому он на грани ходил. И рано или поздно он должен был к тому прийти, что его уволят с Балкома. Ну, да, 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 понятно. Я понимаю гнев радиослушателей, но я не думаю, что мы должны здесь, ну, какие-то выносить суждения. Мы не суд и не следствие. Да, был такой прецедент со штрафом, но дело в том, что Вадим, как журналист, в этом не виноват. Потому что радио оштрафовали за прямую речь гостя, которую, ну, как бы в прямом эфире цензурировать вообще никак невозможно. Ну, такова ситуация, и, к сожалению, ничего сделать с этим нельзя. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Вот неправда. Вадим Родионов, он очень корректный, и я очень жалею. Я очень жалею, как бы это просто тоска. Спасибо вам за ваше мнение. Но давайте мы все-таки вернемся к газете «Час», а не будем обсуждать личность Вадима Родионова. Хотя он выходец из этой газеты, и воспитанник этого коллектива, может быть, плоть от плови, плотик и кровь от крови. Потому что, естественно, что мы все в своем человеческом, профессиональном совершенствовании зависим и подвергаемся влиянию каких-то сильных личностей. И когда молодой человек попадает в такой коллектив, каким обладала газета «Час», конечно, это не проходит бесследно. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Я опять Вадима. Я хочу сказать спасибо газете «Час» за Вадима, но у Вадима в последнее время он иногда срывался. Может быть, просто у него нервы сдали от этой всей жизни. А так он очень интересный, действительно, очень эрудированный. Он столько знал, я удивлялась вообще, как у него все это в голове помещалось. Спасибо. Павел, я все-таки хочу по поводу эрудиции, по поводу журналистского самосовершенствования. Мы сейчас иногда с иронией говорим или воспринимаем интервью каких-то молодых людей, когда им задают вопросы такие, с нашей точки зрения, примитивные, касающиеся истории или недавней политики. И в ответах своих молодые люди демонстрируют, ну, абсолютную дремучую невежественность. Вот как ты, как редактор, ну, вот образовывал, совершенствовал своих молодых сотрудников? Ну, как они понимали, что нужно читать, что нужно интересоваться, что недостаточно только следить за новостями, а нужно и книжки какие-то умные иногда читать, чтобы понимать, как устроен мир. Ну, это происходит со временем, наверное, в процессе работы, потому что в основном, к сожалению, это работа редактора и его заместителя – редактировать тексты, да, убирать нишуразности, дремущести какие-то. Вот. И, честно говоря, в последнее время работа журналиста, она настолько девальвирована, вот это специалисты работают со словом. Мы же знаем, что сейчас в сети как авторитетов уже нет, как в прошлом матерых авторов, публицистов. Почему? У нас есть авторитеты. Блогер, Дудь, Колыма – родина нашего страха, 6 миллионов просмотров. Авторитеты. Сейчас неважно, человек – эксперт, политик или профессор. Важно, что каждый, как хорошую поговорку недавно встретил, каждый – суслик в поре агронома, каждый может высказать свое мнение. То есть профессор, где-то подальше профессора, у меня такое мнение. И это уже, конечно, не газетная журналистика. Это совсем новая эпоха, в которую мы вступили. Она предъявляет тому же журналисту другие требования. В общем-то, сейчас даже не для эрудиции, не для знания жизни, не для литературных каких-то там пристрастий. Времена меняются, и, в общем-то, надо им соответствовать. Надо ловить хайп? Ну, увы, увы. А ведь он, что имеется спрос. Что дает рейтинге и что позволяет привлечь рекламодавию. Тут других вариантов нет. Слушай, Павел, ну смотри, сейчас твоя непосредственная работа связана и с порталом. Как он называется, на котором ты сейчас работаешь? ББЛВ. ББЛВ, ну то есть это бренд бизнеса Балтии, который присоединился уже к единственной оставшейся ежедневной газете. Это переводится как «Балтийс Балс», но не менее. Да, да. И вот стандарты журналистики газетной ежедневной 2012 года и сегодняшней. В чем произошли коренные перемены? Ну, исключая, может быть, ну то, что ты уже сказал, то, что желтые заголовки, стремление подать более скандально тему, чтобы привлечь внимание, вот эта борьба за внимание читателя, чтобы он вот на какой-то умерла Алла Пугачева, среагировал там или очередная там какая-нибудь Заворотнюк, ну или в нашей ситуации там очередная жена какого-нибудь известного политика. Вот помимо этого хайпа, что радикально изменилось? Ты говоришь, вот был тогда период ренессанса свободной прессы. Свободна ли пресса сегодня, хотя, казалось бы, вот информации масса и она просто человека в информационный стресс повергает? Нет, я вот, если говорить честно, я считаю, что никакой свободы прессы нет, потому что то, о чем ты говоришь, да, жесткий императив. Любое издание должно... Это императив и задачи, которые ставят договорочно любой хозяин, любой инвест. Что для этого нужно делать? После сопли и рассуждения о журналистике чисто, о романтике, люди читают их, хотят эмоции, они ждут хайпа. Как высказался радиослушатель недавно, им нужно выпустить пару гудок. И как бы, если редактор хочет написать о чем-то чистом, светлом, вечном, то он должен быть готов, что эти новости будут минимально читать. А новости часто с негативным посылом и вызывающие эмоции про выделение желчи, они будут идти на ура. Да, и, к сожалению, не знаю, свободу назвать, наверное, это нельзя. Часто сейчас СМИ идут на поводу у своих читателей, не образовывают их, а идут именно на поводу каких-то эмоций и чувств. Это требует от них экономической целесообразности. Вы живая или погибли, все. Еще один звонок примем, последний. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Я очень коротко. Вот вы сейчас сказали, выпустить пару. Вот эти страдальцы по Родиону, вот там один сказал, выпустить пару. Вот я всегда задался вопросом, вот эти, значит, медиа, для того, чтобы стравить пару, то есть хорошо это, вот как вы считаете, или наоборот, пускай люди созревают, думаю, чем с Родиону вам там, ну, рассказывать, какой он прекрасный, замечательный. Хорошо, спасибо. Я вообще считаю, что эмоции – это плохо. Человек зрелый и интеллигентный, он должен дать высказаться другому человеку. Это основа интеллигентности вообще. Сейчас забыли об этом, как бы у нас общество и пресса разделало латвийское и русское. Мы вообще не слушаем друг друга, мы не знаем, что мы существуем. Мы боимся услышать точку зрения другого, латвийского СМИ, русского СМИ. Что, какие-то русские живут в ЛАПе? Да не может быть, неужели? Это новость. Оказывается, это же и ЛАТВе живут. Мы боимся услышать точку зрения другого, потому что она часто неудобна для нас. Мы привыкли ходить за информацией, как в супермаркет, за товаром. Мы покупаем, это нам подходит, это удобно, мы берем, корзинку кладем. Это чуть-чуть нашему опыту не соответствует, нашим желаниям. Мы не будем убрать, вообще не будем усмотреть эту полуку. Это, конечно, проблема, потому что журналистика СМИ идёт на поводу требований читателей, которые не всегда могут быть правильными. Ну, я бы хотела сказать о том, что всё-таки публицистика, вот такая качественная, в том числе благодаря таким именам, как Виктор Мараховский, упомянутый тобой, она всё-таки находит свой путь к думающим людям, да, и, может быть, да, она тоже какие-то побуждает эмоции, но всё-таки она и задаёт вопросы, заставляет людей думать, и я думаю, что чем больше у таких публицистов, авторов появляются последователей, может быть, через Фейсбук, через какие-то новые средства массовой информации, которые стали такой составной частью нашей жизни сегодня, всё-таки люди будут немножко отходить от стандарта такого примитивного потребителя, и переходить к тому, чтобы углубляться в какие-то темы, заинтересовываться такими темами, и журналисты, наши коллеги будут этому способствовать. Сегодня мы вспоминали газету «Час», и нам о ней рассказывал её последний главный редактор, ныне редактор портала ББЛВ, Павел Кириллов, потомственный гражданин Латвии, кстати, «Русский человек» и «Староверов». Вот, дашь бороду отращивать. С вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская, звукорежиссёр студии Родион Золотарёв. Всего доброго, до встречи через неделю.